Два разъема, которые идут на подключение внизу под помпой, их лучше разъединить, когда автомобиль поднял. Сейчас немножко было неудобно, но все равно я их разъединил. Добавляем сливочное масло. Прокладка Дрязь Аккуратно, что тут нельзя Двигатель чистый, не завязанный Масло регулярно меняется Так, ну что, добрался до нашей крышки Нижней, крепится она Четырьмя болтами, также головочка Е-10 Ну, я откручивал восьмеркой Универсальной Вот она И теперь Аккуратненько отщелкиваем вот эту Здесь по бокам Две защёлочки Не спеша, аккуратненько Тоненькой отверточкой поддените И снимите, не сломая Сейчас я сниму, покажу, что там за защёлки Вот покажу Вот с этой стороны сначала С левой Вот здесь сбоку Берёте защёлочку вот так вот Поддеваете, она выходит А правую сторону вы уже Вывести сможете Вот это Стоит на штифтик С правой стороны А с левой стороны Вот она защёлочка Когда вы Отверточку вот здесь Поддеваете её И она снимается Целая Потом вам уже не придётся Покупать новую А так их ломают Она выпадает Потом её Только замена Сверху вот здесь Заглушки Вот эти две Нам надо будет их откручивать Валы Нам надо будет держать Сзади здесь Вот на валах Есть шестигранники Ключик там на 24 Рожковый Должен быть не широкий Вот я съездил Взял ключ Немножко его С этой стороны Убрал где-то Миллиметр-полтора Теперь он встаёт сюда нормально Вот он Будем держать А здесь битой Здесь сплайн получается Т-55 Аккуратно откручиваем Сначала один распредвал Потом второй распредвал Но Это заглушка Лучше конечно Чтобы вам помогли Потому что здесь Крышка маленькая Одному и держать И крутить Очень тяжело Иначе просто Грани послизываете И всё Но у меня сейчас помощника нет Буду кого-нибудь звать Никого не звал Открутил сам Вот так вот Держал Рукой уперся В трещотку И этой рукой держал И смог Открутить И одну И вторую Но при этом У нас Распредвалы Чуть-чуть смещаются Поэтому их надо будет Довернуть Обратно до метки И сзади И сзади у нас Я пока фиксатор Не ставлю Вот здесь На распредвалах У нас Есть проточки Для фиксатора Вот такой уголок Выточил Вот он Встаёт Это когда мы будем Уже зажимать Распредвалы Чтоб они у нас Не гуляли Мы поставим Этот фиксатор Там ласточкины гнёзда Он встаёт В ласточкины гнёзда И стоит Здесь я немножко Уголок вырезал Потому что Вот эти зубцы На датчик Здесь получается Два датчика Положения Распредвала Стоят С одной стороны И с другой стороны И чтоб их не отломать Приходится вот так вот Делать С этой стороны Не надо Но фиксировать Вот этим Когда вы откручиваете Нельзя Вы сломаете Распредвал Это точно Сейчас мы откручиваем Обе заглушки Казорегуляторы Маслом наполнены Но Болт нам надо По-любому Будет откручивать Поэтому Пусть это масло Сбегает И масла Там Немало Ну раз Снимаем Фазорегуляторы То и Сальники Мы тоже Заменим Новые поставим Так Ладно Здесь мы Промокнули Масло Снимаем Вторую Другушку Подставлю Ну что Здесь у нас тоже Масло Практически Не бежит Сейчас мы Вот эту Убираем Потому что Будем откручивать Пазорегуляторы Здесь Та же 55 Бита Возьму Наверное Я не прищетку Возьму Я воротов Побольше Вот Пример Вот Такое Здесь Садится В болт Побольше Шляпов Поэтому Здесь Можно Будет Одному Справиться Так Ну вот Держу Ключу Ну все Болт У нас Один Пошел Вот так У вас Тогда Теперь Второй Болт Болт Второй болт у нас пошел. А вот теперь ставим сзади наш фиксатор. Все, вот фиксатор стоит. Зафиксировали мы оба распредвала. Масло у нас здесь сочиться продолжает. А коленвал у нас ушел сейчас. Фазорегуляторы его сместили, когда мы крутили. Но дальше мы уже ничего не крутим. Мы сейчас снимаем ремень ГРМ. И потом уже будем снимать фазорегуляторы. Ремень мы снимаем здесь шестигранником на ролике. Так, шестигранник у нас здесь получается шестерочка. Ставим шестигранник. Берем. У кого какой шестигранник есть, ролик вот он ходит легко. Но честно говоря, он ходит очень легко. Странно. И скидываем ремень. Фазорегуляторы не имеют шпона. Так, вот смотрите, я его ослабил, видите, он крутится. Шпонки у него нету. Ни штифта, ни шпонки. Но ремень еще живой. Ремень не мертвый. Маркировки. Судя по маркировке, его не так давно меняли. Потому что она еще не сточилась. И это не оригинально. Это инновский ремень стоит уже. Значит, сюда лазили. Ничего не понимаю. А зачем тогда они сразу это не сделали? Не исключили. Почему я все акцентирую на том, что сюда лазили, здесь что-то делали? Потому что хозяин сказал, что у машины ничего не делалось. Да и ролики живые, не мертвые. Но раз мы уже полезли, мы их заменим. Так, ну что, снимаем мы теперь оба ролика. И натяжной, и обводной. Бита здесь Т-45. И на том, и на том ролике. Бита на них Т-50. Один ослабили, и второй ослабляем. Ну, уже немножко есть звук, но это незначительный. Фирма Инна. Тоже, как и ремень. А это другой фирмы. Родик, это не юновский. Литтенс какой-то. Мадоин Канада. Ну, он вообще живой. Даже тут туговато крутится. Ну, туговато мягко так. Нелегко. Как будто новый, не так давно его поставили. Даже по нему видно, что он недолго ходил. Ну что, подкладываем тряпку и снимаем фазорегуляторы. Сейчас там немножко масло с них потетет. А я сделаю вот так вот. Я заглушечку здесь наживлю. Сейчас я его сниму и накладу. Вот так вот. Посмотрим втулка. Если не идет, тогда мы ее поставим. Также откручиваем второй. И тоже прикручу в него заглушку. А, ну, втулка. Пока заткну, чтобы масло не убежало сейчас. Теперь мы откручиваем вот эту верхнюю крышку. Раз мы уже сюда полезли, мы заменим садники. Открутил я крышку. Крепится она тремя болтами. Один, второй и третий. Болтики также Е-10 головка. Сейчас у нас здесь подвижит масло. Сейчас снимем. А, еще здесь вот снизу четвертый болтик. Выкручиваем его. Вот. 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 Все видно, все хорошо. Сальники не подтекали, но машина прошла уже сто, сто пять тысяч, по-моему. Можно, конечно, и не менять, но раз такой объем работы здесь делаем, я думаю, что этого не стоит. И мы их меняем. Вот такой вот сальник Виктор Рейнс. Номер его идет. Так, это сальник Каленвала. А это сальник Распредвала, да. Виктор Рейнс. Все верно. Номер у него идет 812-49-09-10. Два вот таких одинаковых сальника. Сейчас мы этот выдернем. Герметик. Вот кусочек герметика. На стыке.